Это был альбом «Красота и уродство». Красоты было маловато, уродства, наверное, было побольше. Ну что, какие выводы можно сделать? Во-первых, в последнем треке вскрывается в целом главная какая-то смысловая, да, и проблема позиции. У Симирона в этом альбоме проблема следующая. Человек очистился, привел свою жизнь в порядок, да, живет в гармонии с собой, занялся терапией и так далее. Проблема в том, что он почему-то считает, что, блядь, все остальные люди, которые его окружают, должны примерно так же, как он, в той же конве жить и развиваться, потому что такое развитие, по его мнению, это хорошо и правильно. А развитие другое, отличающееся. Это скучно, это, блядь, продажно, это еще что-то. Вот в этом проблема, что человек говорит, как бы, человек имеет точку зрения, пытается, опять же, рассказать людям, в том числе современным фрешменам и т.д., как надо жить, и это, конечно, довольно странно. Ну, вот честно, я понимаю, что круто, что Окс привел себя, вот тут можно как бы апеллировать к словам его бывшей женщины, что круто, что ты там провел полгода, полтора года терапии, круто, что ты привел себя в порядок, но не значит, что мы должны жить так, как ты, и не значит, что мы должны быть тобой. Абсолютно точно нет, и с таким Оксимироном мне себя ассоциировать очень трудно. Большая часть альбома, я понял, что вот последний трек, да, который фиточек с монеточкой, суть по всему, если я правильно понял, это монеточка, он раскрывает отличную другую проблему релиза. Проблема в том, что это все было бы гораздо лучше звучало, если бы здесь практически все треки были фитами. Фиты бы большинство вот этих душнарьских треков, фоновой музыки бы вытащили, дали глотков свежего воздуха. Единственное, на что есть надежда, на то, что, возможно, он выпустит Делюкс, если он выпустит Делюкс, возможно, будет больше хороших треков. Пока здесь три хороших трека. Это Тень, это Мы все умрем, и это трек Непрожитая жизнь. Также неплохими треками являются трек Грязь и трек Эспрессо Тоник, на мой взгляд, все остальное, конечно, какая-то в основном шарманка. Честно, мне... Ну, я послушал этот альбом без удовольствия, и, к сожалению, как бы чудо не произошло. Биты крутые, биты крутые. Очень много крутых битов. Проблема в том, что на них практически на всех одна и та же однообразная читка. Вот. Поэтому, что сказать про этот релиз? Не знаю, послушал без удовольствия. Достаточно тяжелый, достаточно большой, полновесный мастодонт, который можно было бы урезать в два раза. И я не считаю, что он бы стал хуже. Вытащить такие более-менее живучие треки, и, возможно, от этого релиза было бы какое-то более приятное ощущение. Сейчас хз. Мне кажется, может понадобиться только... Может понравиться только каким-то безумным фанбоем, которые, в принципе, все схавают. Оксимирона несколько треков, наверное, уйдет в народ. Какой-то станет популярным в ТикТоке. Дискнале Шера будут обсуждать и так далее. В целом, этот альбом послушаю. У этого альбома будут высокие места в чартах. Проблема в том, будут ли они у следующего альбома. Потому что еще один такой, я слушать не готов. Меломан, спасибо за донатик. Короче, объясню последнюю мысль. Это ненормальный альбом. Он очень перегруженный, он очень тяжелый, он очень местами неинтересный, затянутый. Я абсолютно не понимаю, зачем. Это просто безумно. Это не как бы раздвигание границ творчества. Это не переосмысление, это не поиск новых смыслов. Это бесконечное, блядь, репрезентация Оксимирона. По факту, по факту, вот это сейчас смешная тема. А Оксимирон превратился в гуфа. Оксимирон, это новый гуф. Только с налетом и образом вот этой интеллектуальности, сложности, какие-то вот плотная читка. В целом, это тот же самый гуф. Человек, который на протяжении всего альбома, за редким исключением, просто рассказывает про то, как он живет, что его беспокоит, что у него там интересного. Вот реально, и вот это просто новый гуф. Это даже некий Зару. Очень мало прикольных панчей, очень мало интересных моментов. Практически нет экспериментов со звуком. Реально. То есть этот альбом и Оксимирон, скорее всего, как и гуф, перейдет. Если он не напишет несколько синглами, каких-то фитов, которые станут поп-хитами, как гуф, например, да, или какой-то совместный альбом. Но Оксимирон, видите, очень мало коллаборирует. И поэтому есть одна проблема. Оксимирон превратится из, блядь, вот этого локомотива рэп-игры, на которой все надрачивают в низшего музыканта, высокого уровня, но низшего музыканта, которого будут слушать люди, которым интересно, что там у Оксимирона. Ну вот и все. Хорошо это или плохо, я не могу судить. Я не говорю, что это плохо, я просто предполагаю, что, скорее всего, так и будет. Вот. Трек «Мох» вообще-то был поугарнее, честно говоря, всего этого альбома. Вот трек «Мох» я бы, блядь, еще послушал, честно скажу. Я вот сейчас подумал реально, что трек «Мох» и трек «Цунами». В целом то, что выходило на микстейпе, по итогу оказалось во многом интереснее, чем то, что выходило на альбоме. Вот что еще смешно. Короче, посмотрим, что будет. Но в целом оценка альбома 4 из 10. Ну вот честно, без обид. Я как бы свое мнение старался максимально аргументировать. Никого не хочу задеть. Если вам понравилось, я за вас рад. Слушайте, пожалуйста, слушайте ту музыку, которая вам нравится. Если она вас вдохновляет, если она вам помогает жить, то супер. Но мне это не понравилось. Гораздо больше, чем понравилось. Поэтому этому альбому, если вам интересно мое мнение, я бы дал 4 из 10. Но 3 хороших трека имеются, хотя они тоже не производят какого-то супер-фурора. Это «Оксимирон». В лучшем случае они достигают его уровня в какие-то бодрые года. Чуда и откровения какого-то не произошло. Я считаю так. Если кому-то нравится, пожалуйста, слушайте. Если вы найдете в этом что-то, чего я не нашел, то супер. И, друзья мои, таймер обнулился. Продолжение следует...